А нас уже ждет гость, а мы не заставим его долго нас ждать. Поройдем? Да, и сейчас мы узнаем множество ответов на, соответственно, множество вопросов, которые нас интересуют. И речь пойдет, как уже сказала Саша... Речь пойдет о поддержке предпринимателей. В первую очередь именно поэтому мы сейчас пообщаемся с директором фонда поддержки предпринимателям Дмитрием Зеленским. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Дмитрий Гаданович, скажите, пожалуйста, вот какие основные проекты в течение ближайшего полугода будут реализованы фондом? Спасибо за то, что пригласили в это прекрасное утро. И хотелось бы сказать, что Ваша студия очень-очень интересная, красивый вид. А если говорить о поддержке предпринимательства, то впереди нас ждет большой образовательный сезон. Большое количество и мероприятий образовательных, и круглых столов, и мастер-классов будет проходить. Большие форумные кампании, а также будут проходить и несколько больших конкурсов. Поэтому мы продолжаем активно работать не только в Симферополе, но и в других территориях Крыма. Мы рады приветствовать всех в Доме предпринимателя по Севастопольской 20А и в наших филиалах, которые работают в территориях Крыма. Ну вот, если ребята обращаются, сейчас, ну секундочку, прости, то какую помощь, какую поддержку они могут получить? И на какие вопросы специалисты каких ведомств могут ответить? Надо, во-первых, разграничить, наверное, что мы работаем сегодня и с начинающими предпринимателями, и те, кто только хочет открыть собственное дело. И с теми, кто уже устойчиво стоит на ногах. Поэтому есть консультационная поддержка, можно получить консультации бесплатно в нашем Доме предпринимателя по следующим вопросам. Это юридические вопросы, бухгалтерские вопросы, вопросы налогов, развитие своего бизнеса, маркетинга, финансов и так далее. Еще раз повторю, что все они предоставляются бесплатно. Также в Доме предпринимателя можно получить другие финансовые меры поддержки наших коллег из других организаций, инфраструктуры. Это и микрофинансирование, и гарантийная поддержка, и лизинг. Поэтому вот в одном окне, в одном месте можно такие формы поддержки получить. А вот для получения поддержки, да, для этих форм, которые вы только что перечислили, что человек должен сделать? И кто может воспользоваться вот такими услугами? А первое, это, если мы говорим о финансовых мерах поддержки и про образовательные поддержки, то это уже действующие предприниматели, которые зарегистрированы и работают у нас на территории Республики Крым. Есть отдельные программы, которые действуют для тех, кто хочет открыть собственное дело. Мы в прошлом году делали небольшую паузу, а в этом году большое было количество заявок, запросов, и мы возобновили наши курсы основу предпринимательской деятельности, основу бизнес-планирования, который как раз проводится для тех, кто только задумывается о собственном деле. Потому что очень важно сделать правильные шаги на первых этапах. И поэтому сейчас как раз происходит набор и пройдут образовательные мероприятия обучения в каждом муниципальном образовании. До ноября они будут проходить на нашем сайте frbk.ru, а также на портале малого и среднего бизнеса. Можно зайти, зарегистрироваться. Очень удобная есть наша система CRM, в которой можно записаться на эти мероприятия, увидеть весь их перечень. И как раз для начинающих предпринимателей вот такие мероприятия в ближайшие время будут проходить. Я знаю, что одно из таких мероприятий как раз таки это, наверное, бизнес-полигон, да? Бизнес-полигон это большое форумное мероприятие. Всего у нас в году происходит три больших форума. Первое это форум достижения, который у нас был в июне. Второй форум это будет как раз тот форум, о котором вы говорите, форум бизнес-полигон. Он пройдет в сентябре, я сейчас более подробно о нем расскажу. И тот, который у нас проходит в декабре, является завершающим событием года, форум деловой Крым. Мы проводим форумы для одной большой цели. Во-первых, чтобы наши предприниматели, не только которые участвуют в наших программах, но и те, которые только соприкасаются с деятельностью фонда и хотят получить различные меры поддержки, приходили и знакомились. То есть это большая нетворкинговая площадка. Во-вторых, это место, где можно получить дополнительные знания, образование. И бизнес-полигон, к которому вы задали вопрос, он будет проходить в этом году также в Викинге, кинопарк Викинг, и пройдет 20 сентября. Буквально на этой неделе у нас уже будет открываться старт регистрации, потому что будет проходить отбор участников, и на это мероприятие смогут попасть только действующие предприниматели. Ну, я вот, насколько помню, я сама как-то была на безумном полигоне, но в качестве корреспондента, естественно, освещала. Там были приглашены гости, которые как раз-таки проводили тренинги, рассказывали мастер-классы, вот как добиться успеха. Сегодня каких-то крутых гостей мы ждем? Да, мы ждем крутых гостей. Мы как раз будем со следующей недели проводить анонсы. Чуть-чуть сохраним тайну, но открою несколько инсайтов, которые будут на этом мероприятии. Во-первых, мы недавно проходили большое обучение в Сколково, и для себя один из инсайтов открыли, что сейчас формат обучения может проходить через игру. И вот один из таких больших игр мы привезем. И наши участники смогут погрузиться как раз, чтобы отточить определенные свои навыки, и коммуникации, и возможности договориться, и быстрого принятия решений, и различных ролей в бизнесе от руководителя до подчиненного, и погрузиться буквально в полдня во всю эту систему игры. И через игру, как раз еще раз повторю, для себя внести в свой бизнес потом изменения. Это будет первое. Второе, мы сохраним мастер-классы, они тоже будут. И в этом году одной из тем будет технологическое предпринимательство. Как раз мы тоже пригласили коллег, которые сейчас активно ведут проекты со Сколково, которые эту секцию будут в нас вести. Спасибо большое, Дмитрий Годанович. Я напоминаю, что у нас гостя был Дмитрий Зеленский, директор фонда поддержки предпринимательства Республики Крым.